Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Динозавры, послушай, динозавр Они маленькие Да Разве динозавры не должны быть большими? Да У нас есть большой динозавр Очень большой Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста Это его следы Мы просто пойдем по ним Следы совсем как настоящие Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка кролик? Уверен, папа-свин Идите по валунам По мосту Через пещеру Ой, следы закончились Смотрите Тут зеленые ступени Это большая горка Ух ты! Это большой динозавр! Да Это моя огромная, гигантская горка динозавр! О-о-о-о-о-о-о Вот это динозавр! Это Бронтозавр! Смотрите Он забрался на дерево Ой, мой милый Но почему же ты так любишь лазать по деревьям? Как же вы собираетесь его спасать? Надо спилить дерево Нет, я вызову к нам пожарных дети Пожарная служба Что у вас? Черепашонок на дереве? Опять? Сейчас выезжаем Всем отойти С помощью лестницы пожарные снимают с деревьев непослушных зверей Ко мне, малыш Но черепашонок ползет все выше и выше Спускайся ко мне, шалунишка Мама-корова старается залезть на дерево Будь осторожна, мама-корова Ой-ой-ой, я застряла К сожалению, коровы не умеют лазать по деревьям Держись, я иду на помощь Я здесь, шалунишка Оу, я, кажется, тоже застряла И слонихи совсем не умеют лазать по деревьям Нет, ничего не выходит, верно? И что же мы теперь будем делать? Надо спилить дерево Нет! Пожалуй, я позвоню в службу спасения Алло, аварийно-ремонтная служба дедушки-пса Алло, черепашонок Тиддлс снова залез на дерево Залез на дерево? Опять? Выезжаю немедленно Хм, интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить Точно! Пора кончать с этой деревяшкой Нет! Хорошо, тогда я полезу наверх Ура! Да, нет Наверное, с этой лошади лучше играть на улице Да, мама Хм, а здесь довольно крутой спуск Наверное, вам лучше спуститься вниз Быстрее всего это можно сделать на вашей лошадке Ты уверен, папочка? Только не упади, как всегда, в пруд Хо-хо! Я все сам знаю, Пеппа Я уже взрослый свин И-ха! А как же тебе остановиться, папа? Э-э-э Я не знаю Где у нее тормоза? Умница, папа! Ты упал в пруд и сразу остановился Что это за громкий всплеск? Какой еще всплеск? Папа-свин, ты знаешь, что у тебя на голове сидит утка? О, э-э Да, конечно Я же упал в пруд Лошадка, лошадка Джордж хочет покататься на игрушечной лошадке На! На! О! Лошадка никак не хочет двигаться Вот если бы кто-нибудь мог взять и подтолкнуть Джорджа вперед Я сильная и большая Я могу подтолкнуть Джорджа Прекрасная идея, Пеппа Лошадка, лошадка Джордж! Ее зовут Сверкай копытцем! Лошадка Сверкай копытцем Лошадка Придумала Подарок ведь прислали нам обоим Пусть она тогда называется Лошадка, сверкай копытцем Пеппи и Джорджу нравится играть вместе с лошадкой Сверкай копытцем Смотри, папочка У Пеппи так много цветочных семян А у Джорджа только одно семечко О! Но зато какое большое! Ты не мог бы принести нам водички, папа-свин? Хм, конечно Без воды семена не смогут расти Они очень любят пить На грядку прилетели любопытные птички Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа Кыш, фу! Летите прочь, птички! Вот водичка Папа распугал всех птичек! Папа-свин так похож на пугала! Пеппа Джордж Пора купаться Ой! А если птички снова вернутся сюда? Не бойся, Пеппа Я прослежу, чтобы птицы не трогали семена Спасибо, папочка Удачи, папа-свин До завтра, дорогой Пока Ах Как же приятно Папа Ты же обещал побыть пугалом Что? О, кыш, кыш Непослушные птицы Так Стой здесь, пока птицы не улетят к себе Ладно, Пеппа Наконец-то все птички улетели И папа-свин может зайти в дом Наступило утро Джордж, бежим посмотрим на наш цветник Ой, росточки взошли Доброе утро Мы летим на моём самолёте. У-у-у! Самолёт! У-у-у! Джордж очень любит самолёты. Все на борт. Счастливого нам полёта! Я не знала, что у вас есть самолёт, доктор Хомяк. Конечно, есть. Я ведь летающий ветеринар. Ну, наконец-то. Врач уже здесь. Без паники. Ветеринар уже близко. Где больная ящерица? Вот. Бедный зелёный огурчик. Что же произошло с этой ящеркой? Кажется, она перевернулась вверх лапками. Я переверну её осторожненько. Готова. Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке. Ура! О, ещё один срочный вызов. Алло. Алло. С вами говорит дедушка-свин. Дедушка-свин вышел в море на своей лодке. Заболела Полли. Мне кажется, её тошнит. А-а-а, её тошнит. Вылетаю немедленно. Слушай, Полли. Нам летит ветеринар. А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолёт, Пеппа. Мы можем сесть прямо на воду. Ух ты! Здравствуйте. Здравствуйте. Пеппа. Джордж. Здравствуй, дедушка. Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней. Давно вашу милую Полли тошнит. Как только мы с ней вышли в море. Ага. Я знаю, что случилось с Полли. У неё морская болезнь. О! Нужно доставить её на землю. И желательно поскорее. А вот и мистер Бык и его коллеги. Мистер Бык будет строить наш новый дом. Значит, ты тут совсем ни при чём? Я сделал самую трудную работу. Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям. Привет, мистер Свин. Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом. Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше. Мистеру Свину нужен дом. Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший. Молодец, папа. Только про качели не забудьте. Не волнуйся, Пеппа. Построим. Я могу вам помочь? Джордж тоже рвётся помогать. Так, Джордж, клади-ка сюда вот этот раствор. Держи. Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пеппа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе. Пеппа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием. Молодец. Дальше я сам сделаю. Кирпичи нужно класть ровно в одну линию. Ряд за рядом. Но так можно класть до бесконечности. Точно. А вы закончите сегодня? Нет, что ты. Дом нужно строить долго, целый день. Значит, завтра закончим. Хорошо. До завтра, мистер Бык. Пока-пока. Пока-пока. Джордж сделал из липкой грязи горку. Я положила свой первый кирпич. Бррр. Это всё просто замечательно. Но детям давно пора закрыть глазки и спать. Дикий запад – это территория, которую населяют одни ковбои. А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы. Тосты с фасолью угощайтесь. Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью. Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите? Я спою песню ковбоя. А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да. Я сам её сочинил. И вот как она звучит. Храбрый ковбой обожает фасоль И песню свою вам поёт Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Давайте рассказывать истории в палатке. Я знаю одну историю. Только пострашнее. На Диком Западе ночь выдалась дождливой и крайне ветреной. Голодные дикие звери были. Они были очень голодные. А разве ночью они не спят? Некоторые звери даже по ночам едят. Дикие животные. Отважный ковбой Педро сидел в палатке один одинёшенек. Он не мог заснуть, потому что на улице творилось что-то ужасное. Рядом бродил дикий зверь. Что это? Это тоже дикий зверь. Эта маленькая беззаботная птичка прилетела посмотреть на палатку Педро. Я подумал, что к нам орёл прилетел. Они тоже живут на Диком Западе. С вами всё в порядке? Да, мама! Мир Согласия на земле Мир Согласия на земле Мир Согласия на земле Мир Согласия Замечательно! Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей. А пока можно и поиграть. Поиграйте, дети! Только не ссорьтесь! Все страны мирно играют на площадке. Англии нравится кататься на горке. Франция и Швейцария качаются на качелях. Германия прыгает в классики. Один, два, три. Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице. Я построю огромный замок из песка. Йо-ха! Ну вот подходят Голландия и Япония. Теперь наша очередь играть в песке. Почему это? Потому что ваше время давно закончилось. Идите куда-нибудь, хоть на горку. Но мы хотим играть здесь. Ну и дела. Места в песочнице хватит только лишь для четырех стран. Что происходит? Сейчас наша очередь копать песочек. Но мы пришли сюда первыми. Сьюзи что, опять раскомандовалась? Джордж первый начал. Оставь Джорджа в покое. Он же еще маленький. Прием, прием. Что это у вас тут так шумно, детки? Эй. Они хотят выгнать нас из нашей песочницы. Но это не так. Именно так. Это все Джордж. Мы пришли сюда. Ну и ну. Оказывается, наши мировые державы не могут мирно играть. Мир согласия. На всей земле. Что это за шум? В моем магазине есть все. Не сомневаюсь, что вы найдете здесь отличный подарок. Какой мишка! Мне нравится. Вот подарок, так подарок. Пеппа, мы выбираем подарок не тебе, а бабушке с дедушкой. Ах, да. Слушайте, какие зубы! Заводная игрушка. Шуточная. Весьма популярна. А разве можно их подарить бабушке с дедушкой на годовщину? Полагаю, у бабушки с дедушкой пока все зубы на месте, Пеппа. А они любят копать грядки и возиться в земле? Да. Тогда купите им набор ведерок и лопаток. Сегодня у нас большие скидки. У них уже есть и лопаты, и ведерки, и даже грабли есть. Не может быть. Вспомнила, дедушка любит кататься на лодке. Прекрасно. Здесь у меня есть все, что может понадобиться счастливому моряку. А пиратские сокровища у вас есть? А есть все, кроме пиратских сокровищ. А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое аквариат? Это старинные редкие вещи. Обычно редкие, да. Но у меня тут только новинки. Вот гарнитур из 12 стульев. Разве плохой? Стулья дубовые? Да. Это, знаете ли, пластиковый дуб. Удобные хотя бы. Не вздумайте садиться. Антикварные стулья сделаны не для этого. Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра. Это еще скучнее вазы. Любой взрослый вам скажет. Купить подарок для дедушки с бабушкой – непростая работа. Я просто не понимаю. Я торгую абсолютно всем. Здесь должно быть то, что вам понравится. Так и есть. Мне нравится этот мишка. А раз так дедушке с бабушкой, он тоже понравится. Идем, Кайли. Мы будем играть в саду. Мы можем играть в мою любимую игру. Мы будем прыгать по грязным лужам. Я тоже люблю прыгать. Сначала нам нужно найти лужу. Ой, здесь нет грязных луж. Земля сухая для грязных луж. Вот бы дождь пошел. Надеюсь, что дождя не будет. А мы любим дождь. Думаю, мы его редко видим. Если хотите вызвать дождь в нашей стране, устройте барбекю. Мы все равно можем прыгать. Джордж прыгает хорошо. Но я прыгаю лучше всех. Посмотри. Вот как надо делать. Попробуй ты, Кайли. Ладно. Кенгуру прыгают очень высоко. Ух ты! А это кролик Ребекка. Здравствуй, Ребекка. Это моя подруга Кайли. Здравствуй, Кайли. Вы играете? Мы прыгаем. Кролики прыгают лучше всех. Посмотрите. Молодец, Ребекка. Но ты прыгаешь не так хорошо, как моя подруга Кайли. Давай, покажи свой прыжок. Я не хочу хвастаться. Давай. Ладно. Очень высоко. Кенгуру Кайли прыгает лучше всех. А это пони Педро. Здравствуйте все. Эй. Здравствуй, Педро. Знакомься. Это кенгуру Кайли. Она моя подруга. Она прыгает выше всех. Никто не прыгает выше, чем я на моем суперкосмическом прыгуне. Покажи ему, Кайли. Ты надолго приехал, папа. Навсегда. Я решил, что мои путешествия окончены. Я пошел вокруг света и сделал себе состояние. У-у-у. И потерял его снова. О-у-у. И снова сделал. Ура! Ах, я люблю путешествовать, но мне кое-чего не хватает, когда я вдали. Чего, папа? Моих дорогих, конечно. Хе-хе-хе. Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку. Я расскажу вам о своих путешествиях. Я странствовал год и один день. Обогнул земной шар. Совсем обогнул? Да. А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет, я крепко держался. Ой, какое приключение. Это верно. И я привез вам всем подарки. У-у-у. Подарки. Вот барабан для Дэнни из далеких джунглей. Спасибо, папа. Очень хорошо, Дэнни. Я могу бить громче. Пожалуй, хватит пока стучать. А для всех твоих друзей – раковины с пустынного острова. У-у-у. Если приложить их к уху, вы услышите шум моря. Да, я слышу морской берег. А для моей дорогой мамочки – сундук с золотом и драгоценностями. Ой, как красиво. Они мне пригодятся. Ах, как же хорошо дома. Наступило утро. Капитан Пёс встал рано. Папа, что ты делаешь? Проверяю ветер, Дэнни. Жил-был маленький поросёнок. Его звали поросёнок Джорджи. И он отправился на поиски счастья. Скоро он пришёл к лесу. Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик. А в домике стояла миска с кашей. Поросёнок Джорджи был очень голоден. И он съел всю кашу. Ням-ням-ням. И когда он всё съел, пришёл медвежонок. И сказал. Ой, ты съел мою волшебную кашу. Джорджи сказал. Да. Медвежонок сказал. Это была волшебная каша. Она сделает тебя очень большим. И поросёнок Джорджи начал расти. Он рос, рос и рос. И стал выше всех деревьев в лесу. Конец. Ты хочешь спать, Джордж? Нет. Совсем нисколечко. Нет. Ах. Ну ладно. Я расскажу ещё немного. Медвежонок сказал. Я знаю, на краю света есть сундук золотых сокровищ. Но мне туда не дойти. Потому что я слишком маленький. Джорджи сказал. Я отнесу тебя туда. И поросёнок Джорджи пошёл на край света. Он шёл и шёл и шёл. Ты уже хочешь спать? Нет. И леска не достаёт до ключей. Ну и ну. Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень. Хорошая мысль, мисс Кролик. А мы будем считать, пока камень не долетит до дна. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это глубоко. Я же сказала. Что нам теперь делать? Это мистер Бык и его друзья. Бульдозер-кран. Джордж любит бульдозеры-экраны. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Бык. Добро пожаловать в горные красоты. Вы приехали сюда работать? Нет. У нас выходной. И мы приехали любоваться красотами. Здесь прекрасные виды, шеф. Да, здесь очень красиво. А, мистер Бык, можно взять на минутку ваш кран? Зачем? Папа уронил ключи от машины в колодец. Не продолжайте. Я быстро их достану. Мистер Носорог, кран, пожалуйста. Всем отойти. Опускай. Как нам повезло, что сюда приехал мистер Бык. Да, теперь мы наконец достанем ключи. Дальше не опускается шеф. Мистер Бык, начальник. Вы нашли наши ключи? Нет. Кран не достает. Что нам теперь делать? Легко. Мы разроем дорогу. Ура! Мистер Бык раскапывает место отдыха. Стой. В чем дело? Мы приехали посмотреть красивые места. Любой предмет, встающий на пути у солнца, отбрасывает тень. Смотрите. О! Моя тень самая большая, потому что я сам больше вас всех. А у Джорджа и у меня тени крошечные, потому что мы с ним самые маленькие. Золотые слова, Эдмонд. Я умный слоненок. А это чья такая тень? Самая огромная-преогромная тень. Наверное, это злой великан. Хо-хо-хо. Это не великан. Эту тень создает пушистое облако. Ух ты! А вы не знаете, какое это облако? Эм, кажется, очень большое. Оно называется слоисто-кучевое. Точно. Все-таки Эдмонд очень умный слоненок. Смотрите, наши тени зачем-то вытягиваются. О! Это происходит, потому что наше солнце начинает садиться. Скоро начнет темнеть. Моя тень пропала. Да, Эмили. Когда солнце заходит, исчезают и тени. Пеппа, Джордж, пора спать. Хорошо, папа. До свидания, друзья. Пока! Малышам пора спать. Грустно, конечно, что моя тень куда-то пропадает. Не стоит грустить, Пеппа. От электрического света тоже бывают тени. Мы можем устроить театр теней. Мама-свинья такая находчивая. Она показывает малышам фигурки. Это птичка. Послушайте, как она поет. Чик-чирик. Я птичка-невеличка. Моя очередь. Пеппа изобразила паука. Меня зовут мистер Тощеножки. О, страшно. О-хо.